Ну что, друзьяшки вкусняшки, всем привет, с вами снова Клауд И вы накидали очень много мне подарочков, друзья Поэтому без лишних слов приступаем к их обзору Поэтому приземляемся в нашу любимую платформу Достаем наш любимый подъемник из широких штанин И смотрим, ребят, первый подарок от зефирчика, друзья Погнали! Написано, Клауд, что-то очень мелкое, маленькое Здесь что-то интересное, крутое, потому что последние подарочки Последние видео были как-то не очень... Ну, как-то однообразные, что ли, было, не знаю Но были некоторые прикольные Так, ага, это у нас... Подъемник, что ли Слушайте, ну такой забавный, маленький О, там много кнопочек, люблю много кнопочек Так, о, там, смотрите, даже какой-то пара идет, смотрите, с этих паршней, оказывается Я и не знал, друзья Круто Кнопка 4 у нас, освещение, кнопка 5 у нас Опять непонятно, что делает Кстати, неправильно, ребят, отстрел Некрасиво, поэтому вот так вот делаем Очень маленький, забавный погрузчик Классно катается, мне нравится Классный дизайн, что-то, что безмодовый Все очень хорошо Так, подожди, давайте поднимем, посмотрим Может, он все-таки делает А, вот оно, что делает Вот оно, ребят А класс 5, наверное, так понимаю Да-да-да Вот так вот, друзья, можно поднимать Офигеть, друзья, круто-круто-круто Мне нравится, но идем дальше В принципе, это все, что он может Я застрял, говорю, я застрял Офигеть Подарочков, друзья, действительно очень много Поэтому очень быстро все пытаемся подозревать Чтобы как-то немножко разгрузиться Разгрузиться Значит, подарок 9, торминка Давайте посмотрим Просто коробка, просто коробка Ну, как всегда, надеюсь, что будет интересно Хотя, торминка, бывают какие-то странные вещи Так, давайте посмотрим Ну, открывается, клево Так, поменялось Поднялась Офигеть, круто Отстрелилась, я надеюсь Да, давайте посмотрим Какая-то крутая тачка Какой-то грузовик Давайте посмотрим Запрыгнем вперед Открываются дверки, так понимаю, да? Ау Ну, это, конечно, просто сделать Но прикольно Такая лапа тебя накрывает И освещение Давайте покатаемся, посмотрим Как он катается Судя по всему, мощный мотор Подвеска небольшая есть Катается, судя по всему, неплохо Но, естественно, мы испытаем это все дело По каким-то неродностям Чтобы, по сути, каравата-подвеска Но она достаточно стандартная Обычная По крайней мере, здесь мы не застреваем Под эту карту подходит только счета мощности нет а вы дождите а где у него мощный перейти прийти есть какая-то это я не понял прикола у него мощь только на задних колесах давайте сделаем там же наверняка какой-то подвинутый мотор стоит да то есть правильно и его здесь но то хотя полный приводите не может заехать еще одна попытка так 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 разгоняйся полный привод давай 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 а ведь это же близко работает он там сверху виды камера работает но сейчас гораздо лучше да вот вообще сразу не сделал полный привод странно не тестировал видимо торминка поэтому же самому это дело делать боли для 5 нажимаем на ручник на пробел когда уже я тучусь на вскоре механике про все это когда искать механик сделать пробел чтобы взял выпрыгивать это полный папа даже можно сделать давайте посмотрим настройках управления должен где-то пробел быть space вот он прыжок а тут на завязан прыжок да какого хрена вот такая вот машинка мне понравится как она катается хорош такой грузовичок посмотрим как это сделала открывается вот такой режим зачем мы сделаем но после этого честно непрактично потому что сзади ничего не повесите то есть это просто грузовик в котором принципе сзади даже нету сцепки ничего подобного поэтому немножко странно выглядит нам идем дальше друзья подарок от арминка 10 действий здесь подарка уже кинул нафигеть просто можно так хорошо немножко дизайнер справа слива написан здесь поезд трейнда снизу написано билла била не знаю что к белая вот еще стрёмный поезд а поезд который будет видимо за устроить дальше эти штуки давайте посмотрим интересно мы сможем туда выехать с коробки так на выбор застрелились друзья кто-то хватит кто-то зайти или хотя кто-то кнопку найти а вот клавиша смотрите так а будет какой-то я не знаю что выдвигаешься даже на подъемнике что вылазить я не смогу давайте попробуем как-то вот так что ли сделать вот странно может было сделать как-то поудобнее что можно попасть внутрь так нажимаю клавишу потом сам себя строить сам катается да ладно а я так понимаю насколько я бы не говорил от арминка здесь есть такие промежутки в специальные между рельсами вот видите есть между рельсами промежуток специально сделано чтобы собственно говоря какие-то свои делать что в этом роде так понимаю но который снизу будет крепиться грубо говоря но прикольно прикольно после же еще из коробки который сам себя строит катается эти запрограммированы полностью ну да сделать в принципе просто но но прикольно смотрится прикольно вообще сама по себе идея конечно не нова но ребята реализация вполне себе адекватно давайте посмотрим чтобы он увидит там интересное днище а все сломался да не увидел смотри нормально глючи начал смотрите все он только два делает но он глюч начинает не рассчитаны ребят не рассчитаны а почему сейчас дело нормально что происходит вич и почему сейчас нормально стало чего вот чего за фигня к сейчас нормально работает даже не делал промежутки смотрите принципе куда мне понравилось так вотать начинаешь что сделаем немножко поэкспериментируем а я не успел да и успел 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 падать падает но было круто мне понравилось вот этот штука мне реально понравилось классно но мы ребят идем дальше у нас подарок от геотеты какой-то обель кадет судя по описанию такая какая-то коробочка, снизу спойлеров нету. Давайте посмотрим. Даже справа написано, что это Opel Kadett. Немножечко подлагит. Cloud.im. Тучка сердца. Opel Kadett. Ну, тут Kadett там был написан. Блин, лагает почему-то. Ну, ладно, посмотрим сейчас. Опа. Так. Так. Ну, как-то вверх, наверное, выйдет, да? Ага, вот так. Ага. Это, видимо, кадры такие, да? For Cloud. А что здесь написано было? Ви... А, Вифлав. То есть, с любовью я все понял. Подлагивает, жалко немножко все это дело. Давайте посмотрим, если мы сюда поставим. Охота сама машина подлагивает. И по всему. Так, ну, сейчас уже нормально стало. Закрывается. Нажимаем к Нарешу. Внутрь это нажимаем. Клавиша это фары. Это доделка. Ну, давайте посмотрим, Opel Kadett. Какие-то бородатые годы, наверное. Ну, в принципе, сейчас Opel Kadett, конечно же, не делают. Это очень старые машины. Хотя были очень-очень-очень старые. Потом делали. Где-то, по-моему, перекатили, наверное, где-то в 90-х годах. Если я правильно помню. Вот такая машина. Главная проблема, что она лагает при полной физике. Не есть круто, но, да, неплохое. Почему лагает? Какая-то хитрая подвеска или что? Подвеска вроде обычная. Вот, ребят, в общем, такая машина. Катается под гноба хорошо сделано. Без гличей, без модов. Смогли все-таки заехать. Эть. Полноприводная, интересно. А где-то не были полноприводные. Давайте посмотрим, полноприводная ли машина. Полноприводная машина. Фу-фу-фу. Они же не были полноприводные. Так, ну и у нас еще один подарок. Такой из них всем подарок. Еще одна машина для клауда сделана. Для передачи изображений. Давайте посмотрим. Вот она большая. Но какая-то, видимо, более навороченная версия. Это, видимо, пиксели выбираем. Я так понимаю, нужно опустить строку сначала. Вот первая строка. Давайте выберем пиксели. Раз, два, три. Так, раз, два, три. Ну, видите, работает. Все классно. Вверх-вниз можно. Какую-то стандартную штуку. Попробуем видеть изображение. Думаю, что будет прикольно. Ну что, ребята, отправляем, собственно говоря, изображение. Это не то, что подумали. Это башня такая. Это вот низ башни, это верх. Это небоскреб, на самом деле. О, все быстро рисует, смотрите. Офигеть. Мне не нравится. Ну, вот так вот, да. Кнопочка как раз как-то у нас, так и понимаю, стирает. Но, ведь пистолет передает очень много связей. Видите, просто охренеть, сколько связей. Вот, ну, вот такая-то машина. Эта машина, насколько я понимаю, немножко быстрее работает. Ну что, ребят, идем дальше. У нас два подарка от Геокрасивый. Это какой-то полуавтопилот. Давайте посмотрим, что за такой автопилот. Не знаю, там нет описания. Судя по этим пашням, будет вверх подниматься. Клауд написан. Нажимаем. Так. Хорошо. Это какая-то автопилотная машина. Точнее, полуавтопилотная. Ну что, ребят, вроде как отстрелились. Давайте посмотрим. Нажимаем клавишу 1. У нас машина будет, видимо, с автопилотом. Давайте возьмем, что клавиша 20 разделает Доступ куда-то там открывается Я так понимаю, такие стремные фонари Ну давайте посмотрим А я могу управлять? Ага, на полу направляем А если газ нажму? Еще быстрее Ну давайте посмотрим Так, идем в сложные условия Вот давайте, например, сюда Отпускаю, собственно говоря Все клавиши, смотрим Что будет происходить? Пол автопилот не сработал Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Так, что-то пошло и так С этим автопилотом Я еще и выйти не могу Вы серьезны? Ну что, ребят, пробуем еще раз Давайте как-то вот так Не знаю, нажимаем клавишу 1 Давай, я сам должен поворачивать, правильно? Очень странно, автопилот Я еще ничего не жму Куда-то, наверное, приедем Я надеюсь, он как-то объезжает Хотя бы в деревьях Так, ну датчики срабатывают хоть как-то вообще Давайте посмотрим Датчики вообще нифига не видят, смотрите Даже пол не видят, да? Вот на склоне Хорошо, а ну давайте какой-нибудь Камень в заедем Камень хотя бы увидите? Увидели и так И что, и что, и что, и что Ха-ха-ха-ха А если прям в дерево поехать? И все, и стоит И что? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Очень странно, автопилот Написано, что пол автопилот Но он очень как-то странный, не знаю Давайте проверим вот в этом сложном месте И будет понятно Датчики пока не сработали Вот сработали, остановился Поехал дальше Так Сработали И зависло Вот он, ребята, я автопилот А были, ребята, такие надежды? Автопилот оказался, к сожалению, не самый лучший Но, в принципе, друзья, попытка засчитана Надеюсь, человек поправит и будет что-то крутое Но у нас еще один подарочек от него есть Это Я красивый Это старый новый бот Давайте посмотрим О, господи боже мой Что там происходит? Там долбится уже все Так Я так понимаю, здесь злой бот И не злой бот Там был написан Давайте посмотрим Давайте, наверное, их как-то достанем оттуда Так Достанем вот этого бота тоже Они друг друга фигачи, что ли? Хе-хе-хе-хе Так Это уже поинтереснее Мне нравится Так Так Меня видят? Но не стреляют почему-то Хорошо Ну, они все, что видят, туда и стреляют Если по всему Давайте мы сбоку подойдем Да А здесь? Здесь не успеха Хе-хе-хе Хе-хе-хе Все боты с ума сходят Так, боты у нас сломались Секунду-секунду Посмотрим сейчас Давайте еще раз Запускаем два бота Отслеживают, да? Так, давай сюда Эти штуки, которые спереди-сзади Они, вот видите, отслеживают по траектории И есть также боковые штуки Вот они стреляются Ну, вопрос А видят ли они что-нибудь Допустим, перед собой Мне интересно Если мы сделаем вот так Что будет происходить? Объедет? Нет, он тупит Хе-хе-хе Нет, все-таки тот классный Инскусственный интеллект Который сделал, по-моему, Фрозик Пока еще, ребята, никем не превзойден Потому что эти боты Ну, туповатые Сами видите Ну, было прикольно Ну, а следующий подарок у нас От TheOne Whose name is unknown Лол Тучка Снизу Спайлеров нету Нажимаем Смотрим Так Нет уж никаких там Интересных Рисунков К сожалению, нету Просто тучка Ну, давайте посмотрим Так, это что-то 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 Что это вообще такое Подождите Это два разных Это три разных Подождите Мне кажется, что у нас пошло не так Как-то дожило по-другому работать Потому что, видите Здесь двигатели Они подключены А, там и кнопка есть, наверное А, если это кнопку нажать Ага, вот так вот Подарок сам по себе Какой-то странный Ведь он летает И как-то должен, видимо, стрелять Есть подозрение Давайте его закроем Хе-хе-хе С ума сходит А, ну, так прикольно А, ну я ему баланс испортил Он полетел С ума сходит Ладно Так, давайте посмотрим Какие-то интересные сиденья у нас есть Хорошо. Не катается постак, клавиши. Влево. Право, клавиши ты. Вот так вот. Что? Зачем это? Так, чтобы ехать вперед, я так понимаю. Давайте сейчас посмотрим. Чтобы ехать вперед, нужно, видимо, одновременно зажимать клавиши, да? Ага. А чтобы одно убирать, как танковое управление получается, да? Нажимаем. Зажимаем. Сомнительная хрень, конечно. Давайте посмотрим вот на эту штуку. Классно сделано. То есть, в том плане, дизайн просто офигенный. Такой мотороллер, не знаю, это велосипед с большим кольцом спереди. Выглядит очень круто. Смотрите вот только на это. Просто бомбически смотрится. Он еще и катается, и он сейчас даже не падает. Вот это так все катаются, слишком как-то глючные. Блин, но он прикольный. Ребята, только посмотрите. Он просто бомбически прикольный. Датчики плохо срабатывают, нас еле-еле выравнивают. Туда-сюда, смотрите. Трочка эта штука, которая должна у нас выравнивать. Смотрите, нажимаем. Вот выравнивает. Ладно, поехали. Достаточно быстро, кстати. Мне классная штука забавная, мне нравится. Еще бы ему сделать более-менее адекватное управление, будет вообще классно. Потому что, видите, управление немножко дерганное. Более-менее нормально едет, но хотя вот так немножко подшатывает. Слушайте, он наверняка какой-нибудь прикольный. В том плане, что он наверняка может где-нибудь из горы жестко заезжать. Потому что он не очень адекватный в управлении. Подожди, а что это клавишники делают? Судя по всему, эти клавишки немножко нас должны как-то выравнивать. Посмотрим. Да, они нас немножко выравнивают, но не совсем адекватно работает. Поехали, 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 поехали. Ну, нас так шатает, как пьяного, видите. Вас, надеюсь, там не укачивает. И, ну, классная задумка. Немножко хромает реализация. Ну, идея просто офигенная. Мне нравится. Дизайн, ребята, тоже просто бомбический. Только посмотрите. Он еще как-то растягивается. А где у них приводит? Только спереди, да. Блин, ну, классно, классно. Ну, а мы, ребята, как всегда, идем дальше. И у нас подарок от Хорикета. Какая-то штука. Без спойлера снизу. Так, что это такое? Подождите, что это такое? Маленькое, лагуче. Капец, лагуче. Нажимаем клавишу. Тебе нажму эту клавишу еще. Так, давайте нажимаем клавишу. Какие лаги, друзья. Просто капец. Что произошло? Что это такое вообще? Оно отстрелило. Давайте посмотрим. Дико лагает. Видимо, очень много шатеренок. Да, чувак, с ума сходит. Давайте посмотрим. Я сюда вытащу. Эта штука с большим количеством шатеренок. Видите, сколько шатеренок? Поэтому лаги происходит. Давайте посмотрим. Нет, 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 нет. Лагает, ребят, лагает. Я, ребята, не посмотрел. И все это время тестировал на физике 1. Представляете, какой бред? Может, поэтому не работает? Или нет? Или, может быть, лаги, 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 лаги. Не знаю, ребят, что должно подходить, но, вроде по всему, давайте посмотрим еще раз. Вниз промотаем. Здесь нет никаких кнопок. Это просто куча шатеренок. Это просто какой-то бредовый подарок, не более того. Ну, а мы, как-то, идем дальше, друзья. И у нас подарок от Арнео. Это Робин Гуд, наш модератор. Давайте посмотрим. Спойлеров нету. From Robin. Обычно в сад классные подарки, поэтому я думаю, что это будет интересно. О-о-о, какая классная патрутичная машина. Слушайте, мне нравится. Все, клавиш, смотрите, давайте посмотрим. Открывается вверх. Надо было бы сделать ему, чтобы вот эти штуки сдвигались вперед. Но, я так понимаю, они вряд ли сдвигаются. Посмотрим, конечно. Фары. Еще много фар. Вниму подверг. А какой-то драктор, смотрите. Сзади открывается. Классно. Клавиш, это у нас поворотники. Которые заглютили, смотрите. Классно было бы, если поставить сенсор, да, допустим. И хотя бы можно было бы делать по кнопке, чтобы эти штуки сами заезжали сюда, гнома закрывали. Было бы просто офигенно. Ну и помимо прочего, смотрится классно. Я вижу, что уже много гличей используется. Давайте покатаемся, посмотрим. Какой-то крутецкий драктор. Так, что-то очень мало мощности. В нем не казалось, что больше мощности. Это же драктор. Давайте поднимем пневмо. Где у нас пневмо на четверочке была? Ага, пневмо. На пневме он неадекватен. Да, на пневме, когда ставишь его, он сразу на дыбы становится. А если пятерочку зажать? Опа, опустился. Удобно. Что-то мы как-то свалились. Блин, дизайн классный. Но вот я очень хотелось бы, чтобы вот эти штуки сдвигались. Смотрелось бы намного круче. Ну а так тоже, в принципе, по дизайну, безмодовая. Но, конечно, на гличах смотрится тоже классно. Будет у него ламба-дверь, смотрите, модные такие. По-моему, очень даже круто. Ну, ребята, и последний подарок на сегодня от дженерика. Вот такая вот коробочка с каким-то, судя по всему, крутым траком будет. Давайте посмотрим. Клод АМ красиво нарисовал, заморочился, молодец. Большое ему спасибо. Люблю красивые коробки. Люблю еще, когда они в классе открываются. Ничего не лагает. Давайте проверим физикой. Осталось нормальное. Возможно, некоторые постойки в начале видео работали неадекватно. Потому что я только сейчас заметил, что, собственно говоря, физика стояла на нуле. Ну, нажимаем, смотрим. Так, какой-то крутой трак. Давайте посмотрим. Судя по всему, сделаем без модов. Это очень круто. Такие вот баки интересные сделаны, смотрите. Без бензина. Очень, правда, конечно, низкий. Не верю, что мы здесь нормально покатаемся. По дизайну очень неплохо. Особенно для безмодовой машины. Ну, давайте посмотрим. Открываемся. Ага, модненько, как прям в автобусе. Так, клавиша 2 у нас что делает? Вторая дверь, клавиша 3. Кабинка. Очень интересно, кабинка поднимается как-то. Клавиша 4. Дворники. Клавиша 5 это фары, да? Клавиша 6. Сзади открывается. Ааа, там куча ботов-трансформеров. Ничего себе. Да, ребята, есть небольшая ступенька, как все продумано. Круто, круто. Что, ребята, давайте покатаемся. Но он очень низкий. Я не уверен, что мы нормально здесь покатаемся. Поэтому куда-нибудь поедем в сторону поля. Мы уже прямо здесь не можем проехать. Слишком низкий. Видимо, ребята сделали для горда. Хотя, может быть, все-таки на декобик поднять его повыше. Было бы как-то покомфортнее. Тем более, у нее есть подвеска, которая бы лучше отрабатывала это дело. Автоповоротники, кстати, смотрите. Да, все как надо. Так. Ой, ой, я не заметил, куда мы едем. Ну, вот так нравится. Классно катается. Даже зеркала, чувак, не забыл. Из-за того, что, мне кажется, слишком квадратная машина. Можно было немножко дизайн добавить. Больше каких-то деталей. Был бы вообще сумасшедшим круто. Ну, и такой тоже очень неплохо. В принципе, друзья, мне нравится. Ну, а с вами был Клауд. Если вам было интересно, кидайте еще раз подарочки. Пишите в названии Клауд на английском языке или в описании. И мы обязательно посмотрим в ближайших видео. Ну, а с вами был Клауд. Всем спасибо, что смотрели. Всем пока.